Всем привет, с вами вновь Антон Логовинов и я продолжаю делиться впечатлениями об ощущении высших играх и на этой неделе главная тема, но одна, по крайней мере, из главных тем у нас это бета-тест Battlefront 2 Сектор очевиден! Не очевиден! Режим Strike, в котором одна команда должна вытащить артефакт из древних руин и донести его до космического корабля, ну а другая должна, соответственно, помешать Он довольно тактический, веселый, но, конечно же, не основной интерес представляет Пакет на земле, держите внимание на него! Сверху! Взрывай! Я уверен, что я его получил Ты не можешь убить, сестра Ну а вот в третий режим, режим с космическими битвами, в него я залип просто с головой Впервые я поиграл чуть-чуть в него на Gamescom 2017, но там, как бы, распробовать по-настоящему его не получилось Однако вот в бете, уже сев, нормально поиграв, я просто-таки безумно в него залип На несколько часов вместе со своими подписчиками мы угорали просто со всей мочи На тебе, на тебе! Красивая сука! Есть, готов! Капец! Помогите! И чувствуется, что делала это отдельная команда То есть, если вы не знаете, то на The Battlefront 2 работают три студии Одна делает, во главе с Джед Рэймонд, сингловую кампанию за империю Вторая, DICE, собственно, делает мультиплеер И третья, Criterion, работает над космическими битвами И вот то, что они выделили целую команду на космические битвы, просто-таки чувствуется сразу Я всегда был фаном The Dark Side На первом этапе нужно выводить из строя различные крейсеры Обороняющаяся команда должна сбивать бомбардировщики Атакующая должна сшибать спутники После чего, сняв первую линию обороны, проникнуть внутрь вот этой космической верфи Там разнести к черту все щиты, пролетев, естественно, по сложному лабиринту После чего откроется возможность атаковать огромный Star Destroyer, который, собственно, строится на этой верфи Там, в общем-то, тоже требуются командные действия Нужно сначала отстреливать опоры, которыми он крепится к этой верфи После чего на короткое время открывается возможность полить ему по реактору И все должны фокусировать свой огонь именно на вот этой части корабля Естественно, забороняющаяся команда всячески пытается атакующую помешать И это безумно красиво, динамично, напряженно, не говоря о том, что, ну, идеально, идеально симулирует все, что мы видели в детстве в Звездных войнах Ну, вот понимаете, когда ты влетаешь в этот лабиринт с тем, чтобы пустить ракеты по генератору щита И пытаешься, в общем-то, там маневрировать и еще уворачиваться от других кораблей, чтобы тебя не сбили Это просто гребаный экстаз Давайте добьем эту *** Причем с обеих сторон И когда ты вот заходишь в этот коридор, и когда ты его обороняешь, вот просто невозможно описать словами Что я почувствовал, когда вот летел через этот коридор навстречу, в общем-то, атакующим бомбардировщикам и их прикрытию Они принеслись мимо меня, после чего я зашел им в хвост и еще с другим чуваком И мы вот просто, как, в общем-то, в классической сцене атаки на Звезду Смерти Шли за этими грязными повстанцами и сносили их одного за другим Потому что те пытались лететь как можно стройнее, чтобы, в общем-то, навестись и пустить ракеты И это просто гребаная магия Я вот за одно это готов расцеловать команду разработчиков За один этот режим я готов уже купить, блин, Battlefront Это безумно круто, причем в этом всем есть полноценный геймплей Истребители делятся на классы, естественно, есть Тай-файтеры, Тай-интерсепторы, Тай-бомберы Если ты играешь хорошо, набираешь очки, у тебя открывается доступ к кораблю-герою, да, то есть неожиданно на сцене может появиться там тот же Millennium Fountain Повстанцы, в общем-то, тоже классическими кораблями представлены Это X-Wing, это Y-Wing, A-Wing, A-Wing Interceptor, Y-Wing-модировщик И X-Wing, в общем-то, универсальная история И у каждого корабля свои способности Тот же X-Wing может на время, да, спаривать лазеры, A-Interceptor улучшать наведение У Y-Wing, как вы, в общем-то, если вы играли, да, в X-Wing и Тай-файтер, старые космические симуляторы У них есть дизейбл-пушка, которая позволяет снимать щиты И, конечно же, у них есть мощные торпеды В общем, все это сделано, во-первых, очень толково, с любовью к фильму И с огромным уважением к старым вот этим космосимным, серьезным, как X-Wing и Тай-файтер, за которыми у меня прошло детство Это все очень аркадно, и по геймплею Rogue Squadron напоминает Но играется просто феноменально Выглядит, как моя детская мечта, вот фаната Звездных Войн Залипаешь мгновенно, оторваться невозможно Единственный косяк — это действительно мудатское управление Я не знаю вообще, кто это делал, кто придумал Ну, во-первых, по умолчанию не включена инверсия Ну, кто вообще в 2017 году, да и вообще когда-либо летает на космических любых вообще летательных аппаратах без инверсии Да, кто вообще? Покажите мне этого человека Другой момент — то, что, в общем-то, достаточно классическое управление на стиках Оно здесь очень-очень странно работает И если правый стик у тебя отвечает за вращение корабля, оно почему-то не всегда работает Почему-то корабль норовит сорваться в другую плоскость, будто он не в трехмерном пространстве летает, а вот где-то к чему-то привязан И у тебя вот это ощущение отсутствия полноценного контроля над кораблем Оно, ну, действительно очень портит фан Понятно, что все это стремление аквизуалить все на свете Но, блин, зря, ребята, сделайте какой-нибудь хардкорный режим Особенно при этом раскладе страдает вид от первого лица А я обожаю летать от первого лица и с кабиной, потому что, ну, именно в этот момент оживает кино Ты просто вот, да, переживаешь те самые кадры Атаки на Звезду Смерти, что первую, что вторую И это бомбически И, блин, вот почему с управлением такой косяк, я лично не понимаю Надеюсь, что-то они будут с этим делать Потому что все эти заигрывания с казуальной публикой — это супер Вообще, это понятно, что казуальная игра Ну, господи, сделайте нормальным людям нормальное управление В общем, с управлением мучился я довольно долго Не мог никак привыкнуть, бесился, что вот сам как-то пытается кораблик подруливать Потом все-таки выяснилось, что есть дополнительная опция — Advanced Flight, которая, конечно же, выключает всю эту хренотень Но проблема в том, что все остальные-то летают с этими ассистами И без них попадать по юрким врагам, ну, достаточно-достаточно сложно Хотелось бы, чтобы были все на одинаковых правах, да, чтобы можно было, не знаю, в настройках игры поставить только вид от первого лица И никакого вообще асиста Но это все-таки не Battlefield В Battlefield 3, например, так можно было сделать, да, залочить все на вид от первого лица Но Battlefront — это более казуальная игра, и вряд ли здесь это все-таки будет Но в целом всем советую летать от первого лица и без всяких ассистов Тогда ощущения от космических битв просто феерические Но попадать намного сложнее Структурная феерия imminent Попадайте их Ну и, в общем-то, это основная эмоция, которой я хотел поделиться Потому что, ну, режим реально бомбический Galactic Assault тоже очень крутой Но, говорю, на E3 вот на этой карте я наигрался вдоволь Я даже не знаю, по-моему, в финале у меня будет у нее аллергия Но в целом немного, на самом деле, обидно, что в бете всего три режима И полностью игру распробовать не дают Впрочем, судя по первым отзывам, народ в восторге Нерадивые журналисты, которые не оценили там первый Battlefront Который тоже, на самом деле, был великолепный И хоть и недолгоиграющий Но у меня по этой части не было претензий Потому что это была игра, выпущенная перед фильмом Чтобы максимально разбудить ностальгию И, в общем-то, у нее это идеально получалось Я даже думаю, что при том, что Battlefront 2 намного-намного круче Я от него не получу тех эмоций, которые получил от первого Тогда, за две недели до выхода седьмого эпизода Который, к сожалению, кстати, оказался говном Единственное, что меня по-настоящему парит с Battlefront 2 Это вот фиксация на кейсы Да, знаете, наверное, уже слышали Сейчас в интернете снова разгорелся скандал Вообще, трендом этой осени, походу, будут скандалы с лутбоксами Потому что все компании И Warner Bros. в новом, да, там, Средиземье И вот DICE стали очень напирать на лутбоксы И вот, как говорят, в Battlefront 2 Эти платные боксы действительно могут сильно прокачать те или иные направления вашей игры Что, конечно, некоторых людей злит Собственно, в бете удалось уже распробовать более-менее прокачку Вся она как раз строится на открывании этих гребаных ящиков После чего тебе выпадают карты, которые ты вставишь в злоты различных персонажей и техники Что дает там тебе какие-то дополнительные проценты, да, эффективности в бою И вот, честно, мне было плевать, когда появлялись эти ящики в Battlefield 4, да Потому что, ну, они на самом деле были на втором плане И особо можно было ими там не пользоваться Можно было все прокачать А вот здесь они сделали, ну, вот прям намеренно То, что ты должен пользоваться этими ящиками Другое дело, что ты их зарабатываешь либо в игре, либо покупаешь И это как-то очень странно выглядит Лично меня просто парит их открывать, друзья Попробуй правильный карты для правильной ситуации И готовься к борьбе Я слышал какие-то недалекие возгласы Что за сексизм, играем за женщину Господи, друзья, те, кто так говорят Выглядят в моих глазах так же, как вот феминистки вроде Аниты Саркисян Которые неадекватно и орут всякую херню По-моему, крутое Впервые за долгое-долгое время в играх Star Wars играем за империю И еще в такой интересный исторический период В следующем этапе Они необычные Но это необычные моменты Пойдем, командир И делай, что тебе лучше На этом все Спасибо, что смотрели Ставьте лайк, если понравился рассказ Не забывайте жать на колокольчик Чтобы не пропускать новых видео Пишите комментарии Как вам понравилась бета Какой режим зашел, какой не зашел Что вы думаете о гребанных коробках Ну и прочее, прочее, прочее На этом все Счастливо Увидимся в следующих сюжетах Как вы, наверное, уже заметили У нас их сейчас прям очень-очень много Выходит каждый день А может быть, скоро начнут выходить уже и пару раз в день До встречи! Ты не можешь убить сеста Я не боюсь Я не боюсь